Каким образом сейчас держится курс рубля? На чем он базируется? Деньги есть, деньги хотят куда-то вкладывать, далеко не все принимают эти деньги, соответственно. Вот, например, Китай принимает, но дальше вводят определенные ограничения. Как эти ограничения работают? Почему сегодня, например, Кремль не может достать эти деньги, которые были ранее вложены в Юань? Смотрите, Юань – это не свободная конвертированная валюта. И в этом самая большая проблема. Когда у вас есть доллары, вы можете в любой момент дня и ночи выйти и продать эти доллары на рынке, купить любую другую валюту. С Юанем так не происходит. Чтобы продать Юань, вы должны прийти в сам Китай и продать там Юань. Соответственно, для того, чтобы в Китае позволил вам продать такой объем, их регулятор, Центральный банк Китая, должен вам дать добро. Потому что это дестабилизирующий фактор для их экономики, может быть. И, видимо, чтобы не дестабилизировать дополнительно свою экономику, китайский регулятор ограничивает эти возможности россиян. Таким образом, у них есть Юани, они прекрасно лежат. Да, это Юани, это их запасы. Но использовать вы их не можете. Они могут продавать Юани только в середине России. Ну, то есть за рубли, да, например. А рубли у них и так есть. То есть это бессмысленная операция. А предполагали, что так будут развиваться события. Почему изначально был сделан акцент на Юань? Потому что акцент на какие еще валюты они могли делать. На доллар, евро или фунт. Это для них слишком опасно. Потому что это валюта демократических стран, с которыми Россия идет на конфронтацию. Поэтому они планомерно уменьшали долю доллара, евро. Ну и, наверное, фунты. Это не очень знаю. В последние десятилетия они выходили из этих валют, переходя в другие валюты, с другими странами, где они не предполагали, что им могут заморозить резервы. Но так и случилось. Резервы им заморозили в демократических странах. Но с Китаем просто сложно, потому что это не свободно конвертированная валюта. То есть речь не идет о полноценной заморозке резервов в Китае, я имею в виду в Юане, да? Это просто сложности с конвертацией. Но результат такой же. То есть, да, нет политического решения китайского руководства заморозить резервы России. Нет, безусловно. Но это не сильно помогает их центральному банку, потому что, ну, если у вас Юань, вы на этих Юанях сидите. И что дальше? Да. Хорошо. Ну, а в целом, как те процессы, которые сейчас происходят, в частности, те санкции, которые введены в отношения Российской Федерации из-за ее агрессии против Украины, влияют на российскую экономику? Поскольку с российского телевидения, из уст пропагандистов российских звучит информация, согласно которой все идет по плану. Ну, все, конечно, не идет по плану, но точно так же, если мы и западные страны, наши партнеры ожидали, что санкции будут иметь молниеносные эффекты, вызовут макроэкономический шок, панику в России, к сожалению, этого не случилось. К сожалению, в России очень грамотное руководство Центрального банка, и они смогли удержать ситуацию. В итоге, вместо резкого падения, которое могло бы повлиять на решение Путина, отозвать войска, теоретически, например, да, мы увидим, что российская экономика планомерно тонет. Но этот процесс очень постепенный, как погружение в болото. Этот путь не обратим с одной стороны, а с другой мы хотим, чтобы он шел быстрее, а быстрее он не идет. И де-факто санкции превратились в такую историю, как тактика тысячи порезов. Очень-очень много ударов. Это обескравливает экономический организм России, но очень постепенно. Первые результаты, ну, во-первых, к концу второго квартала, так, как, собственно говоря, прогнозировали сами россияне, Центральный банк снова-таки, у них начинают исчерпываться запасы. В результате, то тут, то там мы слышим, что, например, перестали производить вагоны метро, потому что нет подшипников, а подшипники американские. Или там какие-то другие останавливаются угольные шахты, потому что некуда девать этот уголь. Плюс в июле в первый раз мы увидели действительно болезненный удар по российскому бюджету. Огромный дефицит бюджета в июле был, что не характерно, потому что в России бюджет зачастую профицитный. Удерживаться им пока более-менее на плаву помогают нефтегазовые доходы. Но они планомерно сокращаются, в том числе благодаря тому, что Россия сама идет на газовый шантаж и сама бомбит Воронеж с газом. И нефтегазовые доходы тоже снижаются, в основном, конечно, за счет газовой составляющей. И в августе, в относительно июля снова можно отметить снижение порядка 15% этих доходов. А это то последнее, на чем держится российский бюджет. Альтернатива этому – печатание денег. Но печатание денег всегда имеет негативную сторону в виде гиперинфляции. Сергей, издание Bloomberg опубликовало интересную информацию, согласно которой в правительстве России представили доклад о влиянии санкций на экономику. Понятное дело, что этот доклад, поскольку он был за закрытыми дверями представлен, он идет в разрез той официальной информации, которую пропагандистские СМИ сообщают. Тем не менее, среди прочего, эксперты в этом докладе представили три возможных сценария развития экономики Российской Федерации. Согласно двум из них, в 2023 году падение ВВП ускорится, а экономика вернется на довоенный уровень только в конце десятилетия, а возможно даже позже. Есть еще один вариант. Стрессовый сценарий предусматривает, что экономика достигнет дна в 2024 году, упадет на почти 12% по сравнению с 2021 годом. Инерционный сценарий предполагает максимальное падение ВВП в 2023 году на 8,3%. И целевой сценарий прогнозируют восстановление экономики до довоенного уровня уже в 2024 году. Как вы считаете, какой из этих сценариев наиболее вероятный? И от чего это зависит? Восстановление в 2024 году невозможно, разве что сегодня уют Путин, они вытащат Навального из тюрьмы, поставят его президентом, и тогда, да, тогда все восстановится достаточно быстро. Если этого не случится, если режим не изменится, то санкции никуда не дернутся, изоляция будет усиливаться, а нефтегазовые доходы будут уменьшаться. Россия сейчас фактически сама отрезала себя от газового рынка Европы, и этот рынок ей уже не вернуть. А дополнительные санкции по нефти, в принципе, санкции по нефти заработают с декабря. Это такие основные факторы, плюс та истерика фашистующая внутри страны, которая происходит, она же очень-очень не способствует развитию внутреннего бизнеса, потому что это некомфортно для бизнеса существовать в такой среде. Плюс тот самый Блумберг пишет, в том самом докладе упоминается, что до 200 тысяч айтишников могут уехать из России. Да, потому что айтишников все равно где работать, и они предпочитают работать, во-первых, там, где с ними могут работать, а с Россией сейчас очень сложно работать в любой нормальной юрисдикции, а во-вторых, где они могут чувствовать свободу, зачем им жить в несвободной стране. И это тоже будет влиять на экономику, как на внутренний спрос, так и по потенциалу. Поэтому, скорее всего, мы, конечно, идем по самому худшему для России сценарию, особенно учитывая, что они периодически сами стреляют себе в ногу, плюс эти планы, о которых озвучено, не учитывают последнюю инновацию. То, что страны G7 договорились о санкциях, дополнительных санкциях по нефти, то есть ограничение ценовое по нефти. До последнего момента считалось, что это такая иллюзорная штука, и что не получится эти санкции внедрить, но, похоже, механизм найден. И он начнет работать, ну, тоже, скорее всего, с декабря, но это будет больно, потому что, опять же, сейчас российский бюджет держится исключительно на доходах от продажи нефти, потому что все остальные доходные части очень сильно подрезаны. Но прогнозировать, в принципе, ситуацию в России очень сложно, потому что такой модели ни у кого нет. Никто толком не может представить, что происходит, когда открытая, достаточно интегрированная в мировую экономику экономика момент там изолируется и вылетает. Просто посчитать даже невозможно, потому что никто не знает, как же это вылетит. Знаете, там это как эффект домино. Что-то происходит, а потом вы видите результат в самом конце. И как бы Россия не пыталась избежать слова «изоляция», сегодня Путин был во Владивостоке, у них там экономический форум. И на этот экономический форум приехал лидер хунты Мьянмы и президент Армении. Поэтому вот это тот показатель, на самом деле, который характеризует, что эта изоляция работает, а эффект от этой изоляции всем просто будет потом интересно. Много экономических книжек будет написано, но по факту, потому что сейчас сложно предсказать, как же точно она сработает. Ну, ранее говорили о том, что, многие эксперты говорили о том, что одним из наиболее сложных или трудоемких процессов является отказ от российского газа. Теперь частично этот вопрос решен самой Российской Федерации после того, как вентиль закрыли, и, например, Германия перестает получать российский газ. Как на этом поприще могут развиваться события? Ну, тут действительно очень просто. Европа не могла решиться на газовый эмбарго, потому что для них это было болезненно. За них это решился Газпром. Сегодня они вообще выпустили суперхит, полутораминутный ролик, песни, какая будет зима в Европе, как они все замерзнут. Ну, мы слышали все это про Украину последние лет 10, что вот этой зимой Украина точно замерзнет и так далее. То же самое с Европой. Скорее всего, зимой они остановят и украинские транзиты, в итоге российского газа вообще не будет в Европу. После этого вернуться на российский рынок, скорее всего, они вообще никогда не смогут. На европейский рынок, простите. У них останется та труба, которая идет из Турции. Она идет сейчас в Турцию и доходит до Венгрии. Вот эти какие-то мини-объемы будут, но это минимальные объемы в сравнении с другими. А Европа уже в следующем году переориентируется. Германия в этом году сократила потребление газа на 15%. Сейчас идет построение инфраструктуры. В чем сложность газа? Что нефть, вы просто берете танкер, он приезжает не из России, а из Катары, и все. А с газом нет, там нужна инфраструктура. Либо трубы, либо для приема сжиженного газа, специальные заводы, специальные приемники. В общем, это сложная техническая штука. И поэтому быстро перестроиться сложно. И поэтому проблемы. Но, опять же, Россия сама помогла Европе быстрее принять эти решения. Плюс на этом фоне немцы не закрывают атомные станции, последние открывают уголь и так далее, сокращая свою газовую зависимость. И, собственно говоря, в следующем году газовых доходов у России экспортных практически не будет. Останется только Китай, ну, может быть, Турция, Венгрия. И все, а это мизер. То есть, погодите, если раньше говорили о том, что, возможно, о полноценном газовом эмбарго следует говорить ближе к концу 2024 года, то теперь сроки изменились? Ну, теперь Россия его уже ввела, фактически. Остается минимальный транзит через территорию Украины. Но, опять же, они же захотят напакостить. И во время зимы, когда будет там самая холода, или до этого точно отключат транзит, чтобы Украине было тяжелее проходить зиму. Поэтому, да, они сами ведут против себя газовую эмбарго, сами обрубают свои доходы. Уже в июле это было видно на доходах бюджета, когда доходы от рента от газа уменьшились в 4 раза. То есть, это очень больно, в принципе. Это там 150 миллиардов рублей было за один месяц только. И сейчас они продолжают эти доходы урезать, и у них остается только нефть. Сергей, помогите, пожалуйста, такую вот систему проработать. Давайте допустим, что сейчас санкции в отношении России будут полностью остановлены, отменены. Какой инерционный запас есть у тех процессов, которые ранее были запущены? Сколько времени, так или иначе, санкционное влияние Россия может на себя чувствовать? Во-первых, это невозможный сценарий, так не бывает. Во-вторых, что должно случиться, чтобы санкции отменили? Только смена режима в России. И приход совершенно другого качества управления. Условного Навального из тюрьмы вытащили. Если так вдруг случится, и Россия выведет свои войска из Украины, в том числе из Крыма, а мы знаем, Навальный говорил, Крым не будет оброта, и любой российский политик подряд власти будет пытаться удержать Крым. Поэтому Навальный тут не исключение. Соответственно, все санкции все равно не будут сняты. Ну вот просто не будут. Нет такого сценария, про котором все санкции снимаются. Если же приходит условный Каспаров, и даже Крым отдает и выходит, то это такой прилив оптимизма по отношению к России, то эффект санкции будет нивелирован очень быстро.